Здорово, это Шамшурин и информация следующая. Значит, смотри, за последние несколько месяцев ко мне приходило достаточно много учеников на индивидуальные тренинги, мини-групповые. И это вообще заставило меня пересмотреть в некотором роде свою программу обучения и сильно ее доработать. То есть, что происходит? Я понял, что технически научить человека знакомиться, брать телефон, базово как-то что-то заинтересовывать, вызывать первичный интерес, первичное доверие и так далее, проявлять какую-то гибкость, настойчивость, правильно обрабатывать возражения. То есть, это все на самом деле просто вот так легко. Для меня лично и для моих тренеров теперь это стало просто буквально за 2-3 дня человека делаем абсолютно другим. Все начинает прямо улыбаться и говорить, блин, неужели я могу такое? Но суть-то как бы не в этом. Этого недостаточно. Вот в чем фишка. Я, в принципе, всегда говорил об этом на своих тренингах, что это дает возможность огромного безграничного выбора, но в какой-то момент это зависит уже от личности этого мужчины, который к нам пришел. Он упирается головой в какой-то потолок и не может его пробить, потому что женщины, которые вот прям самые классные, самодостаточные, развивающиеся, интересные, сексуальные, востребованные. Там даже не во внешности дела, стремящиеся куда-то, сами себя делающие, самостоятельные. Они неприступны, недоступны, во всяком случае, первое время. То есть в это время мужчина понимает, что навык знакомства, навык, как бы технический навык есть, но не хватает чего-то внутреннего. И я начал задуматься более детально прорабатывать, скажем так, информацию, которую нужно вам дать для того, чтобы хватило этого внутреннего. Ну, например, смотри, приходят, приходят ко мне парни разные, то есть есть и бизнесмены, есть прям такие серьезные предприниматели с собственными производствами, у которых там огромный оборот. А есть такие, которые работают в автосервисе или работают в службу безопасности. Вот недавно были такие ребята, несколько человек. Им надо дать должное, что они молодцы, они, несмотря на то, что у них нет там кучи денег своего производства и так далее, они все равно решили, что им нужен этот тренинг, они решили прокачать свое общение с девушками, они решили избавиться от этих страхов, барьеров, которым им мешают, рамок ненужных. Они нашли средства, они пришли, они вложили в себя, они получили результаты. Многие шли за технической стороной такой, то есть типа, ну, думали, мы сейчас придем, Шамшурин даст нам техническую сторону и все будет классно. Я им дал эту техническую сторону, потому что в формате нескольких дней невозможно впихнуть полностью информацию о развитии личности, которую не просто впихнуть, дать эту информацию получается, но чтобы ее применить и освоить, и начать в этом направлении развиваться. То есть мужчине нужно больше времени. И эти парни буквально за два дня начали подходить, знакомиться технически, брать телефон, но мы в очередной раз заметили, что девушки, которые им очень сильно понравились, такие, допустим, представь себе, девушка работает где-то, может быть, каким-то начальником отдела, то есть у нее какая-нибудь там зарплата, там 70-100 тысяч рублей, и дело не в зарплате. Она очень ухоженная, она очень красивая, она читает книги, она ходит в театры, она ездит путешествовать, она очень любит путешествовать, она занимается спортом, она учит там английский, она, у нее есть какие-то цели, она хочет свозить там своих родителей куда-то отдохнуть, она копит на квартиру там, бла-бла. Она хочет, может быть, переехать в какую-то страну или, не знаю, здесь что-то, в какой-то город переехать. То есть девушка интересная со всех сторон, развивающаяся, классная, а девушка личность. И подходит парень, который, например, работает в автосервисе, да, то есть и он классный, он крутой, он хороший, он интересный, то есть, но, скажем, уровень его внутреннего развития, внутреннего покрытия разных сфер, он далеко не дотягивает до уровня этой девушки. А девушка хочет, чтобы мужчина был большей личностью, более классной личностью, чем она. И тут встает вопрос, что недостаточно технически научиться делать подходы, технически научиться плавно, там, мягко, красиво, классно, как я это учу. Для того, чтобы самые лучшие женщины были твоими, им, естественно, нужны, лучшим женщинам достаются, ну, как бы, лучшие женщины достаются лучшим мужчинам, да, то есть, и, соответственно, наоборот, если ты лучший мужчина, то не факт. Но можно сделать так, что лучшая девушка достанется тебе, потому что часто лучшие мужчины не умеют себя позиционировать, преподносить свою личность. Так вот, о чем я? Смотри, это как машина и бензин. То есть, вот, бензин, это, собственно говоря, техническая сторона пикапа. Это когда тебя учат знакомиться технически, чтобы ты не пугал, чтобы ты умел быть настойчивым, чтобы ты вовремя брал телефон, там, не быстро, чтобы ты говорил какие-то, там, вещи, шаблоны, не шаблоны. То есть, ну, это очень поверхностно, хотя и это очень сильно продвигает. Если ты до этого имел доступ, не знаю, к 0,5% всех женщин этого мира, то есть, после того, как ты осваиваешь поверхностную вот эту сторону, именно техническую сторону знакомств и соблазнений, проведения свиданий, то твой доступ, наверное, до 60% женщин, до 70% увеличивается. Ну, есть 30%, которые желанные, о которых мечтают все мужики, но которые не подвластны. Значит, история следующая по поводу бензина и машины. То есть, технически научиться знакомиться и подходить, это бензин, чтобы ты понимал в сравнении. А стать личностью, которая интересна девушкам, мужчины, о котором мечтают все девушки. То есть, стать личностью с большой буквой L, это автомобиль. Чтобы ты понимал разницу, да? То есть, бензин стоит, ну, сколько там, 40 рублей за литр. И найти его достаточно просто. Если его нет в этой заправке, ну, пришел закрыто на ремонт. Ты пошел на другую заправку с канистрой, почапал, дошел, налил себе бензина. Бензин достается гораздо более простым путем, легко. То есть, это техническая сторона подходов знакомств, соблазнений, там, свиданий. А автомобиль, он уже стоит каких-то денег. Ну, допустим, миллион рублей. Или два, или три, смотря какой автомобиль. И так просто заполучить автомобиль не получится. Надо будет, извините за мой французский, въебнуть. Надо будет поработать, взять кредит, занять, найти вторую работу, накопить, в чем-то себе отказать. То есть, поставить его в приоритете и его, наконец-то, заполучить. И здесь то же самое. То есть, просто научиться технически знакомиться. Это бензин. Научиться быть супер личностью. То есть, мужчиной личностью. То есть, женщины мечтают о мужчинах личностью. Это уже автомобиль, потому что это реально сложнее. Дольше это большой труд, большие усилия, большие инвестиции в себя, большие ресурсы и так далее. Потому что просто подходить, как красивая картинка, умея какие-то технические вещи, то есть, стрельнуть телефончик, это вообще не проблема. Это как арбуз, который внешне такой красивый, классный, яркий, сука, полосатый, зеленый. Но его девушка разрезает, а там нет ничего. Нет вот этой красной, сочной мякоти. То есть, там пусто. Вот. И вот эта мякоть, это как раз то, чем стоит заниматься. Поэтому, параллельно с технической стороной, подходами, свиданиями, вызванными, чем-то еще, тебе обязательно, во-первых, стоит задуматься, куда тебе нужно идти, расти. Во-вторых, тебе нужно обязательно прокачивать свою личность. И дело не в том, что ты это делаешь для женщины, ради женщин. Личности правят миром, если коротко. Женщины в данном случае лишь повод, просто катализатор, потому что они толкают тебя к развитию. Нужно читать книги, нужно посещать какие-то обучающие программы. Нужно становиться, строить не только вертикальную карьеру, но и горизонтальную карьеру. То есть, становиться специалистом своей области, очень профессиональным, широким специалистом. Нужно заниматься своим телом, своим здоровьем. Нужно впитывать правильную информацию. То есть, не какие-то там фильмы для животных, которые показывают в кинотеатрах, где ты сидишь с попкорном, жрешь с тупым лицом просто и деградируешь. Слушать каких-то умных людей, ходить на какие-то лекции, обязательно найти себе какого-то наставника. Я считаю, что у каждого мужчины должен быть наставник. Именно в той сфере, да во всех сферах. То есть, ты же идешь в спортивный зал, ты в идеале хочешь, чтобы тренер был классный, который тебя научит. Если ты идешь на секцию единоборств, ты хочешь, чтобы тренер был классный, чтобы он тебя научил этому. Если ты хочешь научиться бизнесу, ты, скорее всего, идешь к какому-то дядьке, у которого там своя заправка или несколько или что-то. То есть, если ты хочешь научиться английскому языку, то есть, ты ищешь себе какого-то репетитора и так далее. Если ты хочешь научиться общению с женщинами, ты ищешь себе соответствующего тренера. Причем, их очень много в последнее время развелось, и, пожалуй, 95% из них, они решают вот эту проблему бензина, они решают это в поверхностную проблему. Мне неинтересно в последнее время так работать, поэтому на наших тренингах мы стараемся дать понять человеку, что если ты хочешь, чтобы лучшие девушки стали твоими, тебе самому нужно стать лучше. И, например, когда приходит человек, я спрашиваю, какие у тебя цели, ну вот он работает в службе безопасности, он симпатичный, он занимается спортом, надо отдать ему должное. Но с ним мало есть о чем поговорить, у него не очень, скажем так, развитая какая-то там внутренняя составляющая, то есть, кругозор. Он нигде не был. У него, я спрашиваю, какие у тебя цели, оказывается, его цели настолько минимальны, что, не знаю, купить себе там новую курточку. Ну, разве это цель для мужчины? И представь, что такой мужчина, даже если его технически научить, сука, подходить и знакомиться идеально, плавно, клево, красиво, там, не знаю, смотреть в глаза. Если он будет подходить к такой девушке, которая всесторонне развита как личность, ну, у него ничего не получится. Даже если получится быстро ее фустануть, то есть, заняться быстрым сексом на эмоциях. То есть, потом она спросит, а кто ты, что ты, расскажи мне, чем ты живешь, покажи мне ту жизнь, которой ты живешь. И дело не только в деньгах, и даже, наверное, процентов на 30 в деньгах, а в остальном, все остальное о другом. Покажи мне, что ты яркий, разносторонний человек, который живет настоящей, стопроцентной, живой, классной жизнью. То есть, и здесь ему нечего будет показать. Поэтому нужно в первую очередь работать над этим. То есть, нужно развиваться. И женщина – это отличный катализатор, отличный стимул к этому. Собственно, о чем я? Исходя из всего вышесказанного, я полностью пересмотрел за несколько месяцев программу своего тренинга. И, скажем, сделал ее основанной на том, как стать мужчиной-личностью такой, чтобы о вас мечтали все самые лучшие девушки. Это первое. Как развиваться в сторону того, чтобы быть личностью. И второе. Как правильно показать девушке, донести до нее, что да, я именно такой мужчина. Потому что, когда ты подходишь к ней, ты ее описываешь, делаешь горлом, делаешь еще какие-то задания. Ей интересно, она слушает про себя, ты так классно про нее рассказываешь. Но она в этот момент хочет сказать, а кто ты? Расскажи про себя. И понимаешь, самое еще прикольное, что я встречал и мужчин-личностей тоже достаточно много. Но они не могли это преподнести правильно. То есть, пришел парень, допустим, работает в автосервисе, это не значит, что он не может быть личностью. Это не значит, что он обязательно должен быть олигархом, суперспортсменом, чемпионом мира. Нет, он тоже личность. Но он этого не знал даже про себя. Потому что, когда мы начинаем с ним разговаривать, о чем ты разговариваешь с девушками? Ну, я работаю в автосервисе, занимаюсь спортом, бла-бла-бла. А когда мы начинаем копать, оказывается, он классный спортсмен, он фитнес-инструктор, оказывается, он какой-то там боксер, какой-то чемпион, ну, какой-то региональный. Он очень круто умеет делать тачки, он может их как-то прокачивать, прочиповывать, что-то с ними делать, и они начинают быстрее ехать. И когда он начинает понимать, в чем его интересность, он уже оказывается интересный. Но это надо правильно донести до девушки, чтобы она слушала и думала, о, классно, ему интересно жить той жизнью, которой он живет. Поэтому, ребята, я хочу пригласить вас на свой принципиально новый онлайн-тренинг, где 95% информации и практических заданий будут совершенно другими, не такими, которые были в моих предыдущих тренингах. Онлайн-тренинг стартует 1 июня. Будет состоять из двух блоков. Это основной блок 5 дней. И блок поддержки. То есть в общей сложности этот тренинг будет длиться целый месяц, целый июнь. И для того, чтобы на него попасть, забронировать себе место, тебе нужно нажать по ссылке, которая находится под этим видео. Там вся информация, все подробности, все расписание, стоимость. Заходи, бронируй. И там мы будем заниматься тем, чтобы сделать тебя мужчиной-личностью. Потому что это самое главное. Самое главное не бензин, самый главный автомобиль. Бензин можно найти достаточно легко. Поэтому жду тебя 1 июня на своем онлайне. Информация под видео. Развивайся, мужик. И женщины, они сами по себе начнут появляться в твоей жизни. Это как дополнительная опция к твоей развитой личности. Это был Шамшурин. Всем пока.